День Дурака С вами Миронова Ксюша. Доброе утро! 1 апреля принято смеяться друг над другом, подшучивать и валять дурака. Но мы решили взяться за этот праздник всерьез. Что это за праздник и как он появился, смотрите в рубрике «Диковинка» с Мариной Никифоровой. 1 апреля 1957 года в эфире швейцарского радио прозвучала радостная новость. Урожай спагетти в садах выдался на славу. Причиной тому стала мягкая зима, а также внезапное исчезновение вредителей. Репортаж послушало 7 миллионов человек. Люди побежали снимать спагетти с деревьев, а надо было с ушей. Такой уж это праздник 1 апреля. Когда вешать лапшу на уши, дело обычное. Шутки, розыгрыши и приколы – это обязательная составляющая праздника. И пошло это с самых древних времен. В Древней Риме, Индии 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия. По случаю праздника устраивали народные гуляния с шутками и розыгрышами. Так люди пытались задобрить весну. В середине 16 века день смеха стал еще и днем дураков. В то же время во Франции Новый год отмечали с 25 марта по 1 апреля. В 16 веке король Карл XI перенес празднование на 1 января. Но некоторые люди по привычке продолжили поздравлять друг друга и торить подарки 1 апреля. Вот их-то и называли апрельскими дураками. В России смешливый праздник завезли гости из Европы. От них традицию подхватил Петр I, часто проводивший время с иноземцами. Именно ему принадлежала идея первого большого розыгрыша. 1 апреля 1703 года царские глашаты объявили большой концерт, на котором должны были выступать актеры германского театра. Сотни людей собрались на площадях, дабы посмотреть на иноземцев. Но когда занавес подняли, они увидели не актеров, а надпись. 1 апреля никому не верю. Первоапрельские шутки по традиции не должны быть злыми. Отметить праздник можно, подарив другу подарок с приколом, или устроив вечеринку со смешными играми. А можно просто в хорошей компании посмотреть смешную комедию. Вот такой вот диковинный праздник. Говорят, День смеха – это международный праздник. Так это или нет? Мы спросили у наших коллег из других стран. Что они нам ответили? Смотрите в нашем опросе. Во всем мире 1 апреля знают, как День смеха и День дурака. Но на Кипре это один из самых важных праздников в году – День независимости. Это официальный выходной, и его отмещают праздничными парадами и всеобщими гуляниями. В Канаде тоже есть такой День дурака, но он называется по-английски April Fools. Так, там мы тоже шутим над друзьями и семьей. Когда друг или семья, или кто-то другой поверил, что мы его, ну как, обдурили, они бы, мы скажем – April Fools! 1 апреля в Германии празднуется так же, как в России. Друзья сутят друг над другом и пытаются других испугать. В Японии не празднует 1 апреля, как День смеха. Еще в Японии 1 апреля – это начало учебного года. В то же время цветет сакура. Еще раньше в Японии был такой день в Атануке. В то время японцы снимали свое кимоно на битой ватой, потому что считали, что уже тепло. 1 апреля – это день розыгрыша, когда нужно разыгрывать маму и папу и своих друзей. Например, прийти со школы и сказать маме, что ты получил двое. На 1 апреля мы подшумчиваем друг над другом. Один раз я заморозила моему брату стакан молока. Я ему отдала на завтрак, и он сначала ничего не понимал, а потом ждал 40 минут, чтобы оно разморозилось. Петя опела все сшутить в утром до обеда. И сын был это понятен, это птица купала. Она умеет смеяться. Для самого позитивного праздника – самые позитивные новости. Что хорошего и доброго произошло за последние две недели, расскажет Вероника Яшина. Привет! С вами Вероника Яшина. И я хочу вам рассказать о самых позитивных новостях, которые вы, возможно, еще не слышали, но которые вам точно нужно услышать. Самая важная новость – она изменит жизни тысячи людей по всей России, снимет запреты и освободит нас от страхов. Наконец-то получен ответ на главный вопрос – можно ли мочить мантур? Да, можно. Так сказал главный врач в России по пуговкам. Вот такое кольцо скоро повиснет над Сеулом, столицей Южной Кореи. И это будет не портал в другой мир, а колесо обозрения. Оно станет вторым по высоте в мире. И в нем не будет ни единой спицы. Одновременно на нем смогут прокатиться 900 человек. Вы устали учить английский и немецкий. У меня для вас хорошая новость. Теперь вы будете изучать суахилий и амхарский. Что это, спросите вы? Это африканские языки. В Москве уже есть школы, где их изучают. Ждем, пока африканская мода дойдет и до нас. Не знаю, как вы, но для меня это всяко лучше, чем немецкий. Прекрасная новость из Ульяновского зоопарка. Бородатая Агамма стала мамой. Если вы не знаете, это одомашненная австралийская ящерица. Только не маленькая из соседнего леса, а здоровый полуметровый рептилоид. На теле у нее колючие шипы, а морду украшает шикарная борода. И вот три таких ящеренка недавно появились на свет в Ульяновском зоопарке. Хотите стать главным героем крутого блокбастера? Теперь это может каждый. И для этого даже не нужно ничего делать. Просто закиньте свою фотку в нужное кино. Нейросеть Вандер Динамикс может менять людей в кадре на других людей. Или же компьютерных персонажей. Простым перетаскиванием прямо в браузере. Вот так, одно движение мыши, и вы уже танцуете танец Ванды лучше ее самой. Зарядились позитивом? Значит, вы теперь готовы к выходным. Хороших вам новостей и отличного настроения. Самый мимимишный фестиваль прошел в Ульяновске. Киндерформат. Так и назывался конкурс спектаклей среди самых маленьких актеров. Чем они удивили, смотрите в нашем сюжете. Обычно в кукольном театре на сцене взрослые, а в зале дети. Но сегодня все наоборот. Когда дошкольники играют в кукол, в этом нет ничего удивительного. Но когда они играют в кукол на сцене и делают это как настоящие артисты, тут уже нужно удивляться и аплодировать. Так и было на межрегиональном фестивале непрофессиональных театров кукол «Киндерформат». В нем приняли участие 8 коллективов из Ульяновска, Тольятти, Казани, Ивжеска и Новоуляновска. Спектакли привезли очень разные. Там есть элементы и театра кукол, и элементы пластического театра, и театра драмы, и хореография. То есть, в общем, очень серьезная такая работа. И мне кажется, что для такого возраста такое художественное высказывание – это очень важная штука. Всего в фестивале участвовали 8 коллективов. Самые маленькие участники фестиваля еще ходят в детский сад. Старшие ребята учатся в средней школе. Независимо от возраста, все конкурсанты показали себя отлично. Долго готовились? Да. Да, очень. Когда выступали перед выступлением, очень волновались? Да. У меня очень сильное волнение было. Конкурс детских кукольных театров впервые прошел в 2009 году, и потом проводился каждые два года. И только в этом году он впервые стал фестивалем. Можно сказать, ребята сами подсказали его идею. Музы приходят, мы их знакомим с тонкостями нашего искусства. Мы знакомим их с технологическим процессом изготовления кукол, декораций и всего такого. И постепенно ребята делают свое мнение. Мы хотим тоже показать спектакль. Пожалуйста, показывайте. Правда, стать настоящими актерами кукольного театра у ребят пока не получится. Немножко подучиться нужно. И все же, если очень хочется повысить театр, не только зрители, такая возможность есть у каждого. Кроме того, что мы проводим фестиваль, мы еще и проводим День детского самоуправления. Вот как раз в этот день мы предоставляем возможность ребятам управлять театром наравне с коллективом. У них как раз есть возможность и давать звонки, и включать освещение, и сидеть за пультом звукоуправления. Если вам тоже захотелось как ребятам стать артистами и играть на сцене, срочно вспоминайте, как играли в кукол, когда были маленькие. Репетируйте и готовьтесь к собственному спектаклю. И мы обязательно придем посмотреть на вашу работу на следующий фестиваль. Наконец, самая главная рубрика этого дня. Если отмечать День смеха, то, конечно, мемчиками. Смотрим! Продолжение следует... Продолжение следует... Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас ждет афиша. Я передаю слово своему коллеге Данилу Никонову. Добрых вам шуток, хороших выходных, до скорой встречи. Кстати, у вас там спина белая. Доброе утро. В апреле в России ожидается много интересных и ярких кинопремьер. Если Марк был богат на мультфильмы, то в апреле особенно много приключений. Только в ближайший четверг выйдут сразу четыре, а о них мы сейчас и поговорим. Когда 12-летний Зоди находит в пустыне осиротевшего верблюжонка, он даже не подозревает, как это сильно изменит его жизнь. А главное, жизнь в племени. Ведь это его друг оказывается самым быстрым на свете. Раз, два, три! Беги, Дэу! Давай, Дэу! Беги, беги! Если не побежишь, я уйду. Вот же вредит! Молодец, Дэу! Ты чемпион! Сколько хочешь за верблюда? Но оказывается, такой одаренный бегун нужен не только мальчику, но и местным браконьерам. Удастся ли Зоди спасти своего друга и выиграть суперугонку? Об этом вы узнаете, посмотрев фильм «Принц пустыни». Меня зовут Шарль Д'Артаньян. Я знал вашего отца. Чего вы хотите? Только быстро. Я хотел стать мушкетером, сколько себя помню. Очередной блокбастер, снятый по известной книге Александра Дюма, на этот раз французский. Но это и хорошо, потому что, наконец-то, герой Александра Дюма окажется в родных местах. От своих предшественников эта экранизация будет отличаться шикарными декорациями, видами старинной Франции, сценами с участием 9 тысяч человек и более шести сотен лошадей. Приключения погони, схватки, любовь – все, как в книге. Рекомендуем! Юный вождь свиниту – вестерн для всей семьи. Когда племени Апачи угрожает голод, юный сын вождя решает спасти свой народ. Со своей сестрой и неожиданным другом он делает невозможное. Да и кто, если не они? Что означает виниту? Сердитый волк или... Горящая вода. Эээ, но вода не может гореть. Как юности и отвага победят жадность и глупость, смотрите с 6 апреля. Что может быть скучнее, чем работа в офисе, даже если работа у тебя не самая обычная? Чем они тут занимаются? Наше бюро занимается планированием совпадений. Вы влюбляете людей? Мы помогаем им влюбляться, разводиться, открывать гравитацию. Это могла бы быть работа мечты, вот только начальство подкачало, решило уничтожить волшебную вселенную. Как справиться с их гнусным замыслом и не опоздать на ужин, вы узнаете из комедийного фэнтези Бюро магических услуг. Вот такие премьеры нас ожидают уже на этой неделе. Закупайте попкорн, садитесь перед экранами и отправляйтесь в приключения вместе с героями фильма. Ну а наша программа подошла к концу. Всем хорошего настроения, с вами был я, Даниил Никонов. Увидимся через две недели. Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас ждет афиша. А-а-а, что-то в глаз попало. И это будет не портал Другой мир, а колесо обозрено. Ё-моё, нос еще почесало. Там вообще молодец. Большой концерт, где должны были выступать германские артисты, театр. Но это и хорошо, потому что наконец-то герои Александра и Дима скажут, ну что ж такое. Первого апреля. А, я стою. Обычный на сцене купольного театра. Который вы, возможно, еще не слышали, но который вам точно нужно услышать. И я говорю слишком быстро. Первого апреля 1957 года. Так. Текст на тебе не могу остановить. Сложно вообще? Не сдавать? Да. И это будет не... Не п-п-п-п-п-п-п-п-п. Ха-ха-ха-ха. if-п-п... Сложно. Нет. Ага. Не сл grind. Продолжение следует...